Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программы «Беседы с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Вознесенско-Георгийского прихода города Рыбинска, протерей Игорь Петров. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Благословите, наши телезрители! Господь да благословит! Сегодня тема нашей передачи – трезвение. Отец Игорь, что такое трезвение и почему оно важно в духовной жизни? – Православная Церковь, Священное Писание, Священное Предание Церкви говорит о том, что в некое доисторическое время произошла трагедия, и наши прародители Адам и Ева сознательно отказались от жизни в Боге, от жизни с Богом, и произошла их некая мутация, скажем так. И отныне все рождающиеся после них люди имеют в себе то, что мы называем первородный грех. То есть в человеке живет зло, склонность к злу и к пороку. И принимая Святое Крещение, мы, увы, не освобождаемся полностью от первородного греха, человек лишь получает свободу. Он не находится в рабстве первородного греха, для чего и пришел Христос. Но, тем не менее, он действует, зло в нас действует, тайны беззакония в действии, и поэтому мы нуждаемся в том, чтобы бороться с этим злом прежде всего в себе. И Господь нам в Евангелии говорит, да, что ты лицемер, смотришь на сучок в глазе брата своего, а в своем бревна не замечаешь. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда ты увидишь, как вынуд сучок из глаза брата твоего. То есть у нас искаженный грехом восприятие себя, окружающего мира, окружающей действительности, мы больны грехом, православие об этом говорит, об этом говорит Евангелие, Господь нам об этом говорит неоднократно, что если вы, будучи злый, например, да, умеете давание, даяние благие давать детям вашим, то тем более Бог даст благо просящему него. Вы, будучи злый, да, всяк человек ложь, да, читаем у Давида псалмопевца. То есть в нас живет зло, первородный грех, которому очень много внимания уделяется как раз в Священном Писании и в святодическом предании Матери Церкви. Поэтому мы, как Антоний Великий в первом томе «Добротолюбие», который перевел для нас святитель Феофан Затворник, Антоний Великий говорит «опьянели неведением Бога». То есть в нас живет зло, в нас живут пять, восемь греховных страстей, как традиция их изначально номинирует. То есть в нас живет зло, болезнь, склонность к злу. И поэтому мы должны, она опьяняет нас, такая постоянная интоксикация организма происходит, и поэтому мы постоянно нуждаемся в такой терапии. Трезвение. Да, и вот мы эту терапию называем трезвение. То есть борьба со злом на уровне мыслей, чувств, желаний, внутренних состояний. И, в общем-то, вся духовная жизнь, она пронизана прежде всего именно этим. Борьба, которая происходит непрерывно. Да, да. Где бы человек не находился. Зло действует непрерывно, и поэтому мы должны постоянно с ним бороться. Возможен ли духовный прогресс без трезвения? Собственно говоря, слово «покаяние», которое является основой нашей духовной жизни и основным путем нашим к Богу, это слово пришло к нам из греческого языка, по-гречески «покаяние» буквально означает «метану» и «изменение ума». Поэтому, если мы не будем изменять свой ум, если мы не будем делать поправки на свои проблемы, на свои искажения, ошибки, которые в нашем сознании, в нашем мировосприятии, восприятие себя, то мы, конечно, пойдем ложным путем, путем прелести, так называемой традицией называют лжедуховное состояние. А святитель Игнатий Бринчанинов, констатируя этот факт, говорит о том, что все мы находимся в прелести. И первый признак того, что мы находимся в прелести, когда мы говорим, что мы не в прелести. То есть мы должны об этом всегда помнить. То есть и духовного прогресса без трезвения не может быть? Нет, конечно, это и есть. В общем-то, практика трезвения – это и есть в буквальном смысле слово «изменение ума». То есть мы постоянно анализируем свое внутреннее состояние, видим, какие помыслы входят в наше сознание, стараемся управлять своим сознанием, стараемся жить не в пассивном залоге, а в активном, то есть управлять своими мыслями, чувствами, не просто рефлексировать, или, как церковь называет, парить умом, а стараться собирать свой ум, управлять своим восприятием. Каковы критерии продвижения на этом пути? Критерии, наверное, Господь нам прямо об этом говорит в Нагорной проповеди, собственно, «блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». То есть нищие духом – это люди, которые как раз очень богаты духом. Это, несомненно, такое парадоксальное высказывание, которое Господь специально использовал, дабы показать нам очень важную, серьёзную такую меру этого высказывания. То есть смысл такой, что чем мы богаче, чем богаче наш духовный опыт, чем он глубже, чем он является более сильным, тем больше мы осознаём своё ничтожество, свою бедность, чем ближе мы к свету, тем больше мы осознаём свою тьму, чем богаче наш духовный опыт, тем больше мы видим своё недостоинство. Апостол Павел говорит нам, «Исти грешников, я самый первый». И отнюдь неправильно было бы думать, что апостол Павел стилизируется или как-то кокетничает с нами. Он меньше всего похож на такого человека. То есть это неудивительно, что человек, который слышал глаголы неизреченные, одновременно считает себя таковым. И, собственно, все святые отцы говорят об этом. Абсолютно все. И у, допустим, такого величайшего, одного из величайших богословов нашей церкви, Симеонного богослова, если возьмём его гимны, замечательные, в третьем томе его сочинения, то там очень много высказываний о своей греховности, как только он себя там не называет, будучи, естественно, человеком святой жизни. И так все. Это очень характерно, опять же, для православия. Помним с вами из древнего потеряка Сесой Великий, отходя ко Господу, за его душой пришли ангелы, и ученики, собравшись у его адра, спрашивают о том, о чём он беседует, на что великий святой, воскрешавший мертвецов при жизни, отвечает, что он просит у ангелов дать время для покаяния ещё. И они спрашивают его, ну, как же, где же, понимая, что он святой человек, он, тем не менее, говорит, что я не начинал подлинного покаяния. Это очень характерно. Поэтому чем ближе человек к Богу, тем больше он ощущает, насколько он от Бога далёк. Продукс. Да, антиномия такая. Она присутствует в Священном Писании. Непрестанная молитва и трезвение – это одно и то же? Ну, это близкие вещи. И, опять же, о чём нам говорит? Очень часто Господь говорит нам в Евангелии много таких высказываний Спасителя, что «бодрствуйте и трезвитесь». Это словосочетание, но присутствует у апостола Павла и в книгах святых отцов. То есть слово «бодрствовать» означает не то, что Господь запрещает нам спать. Конечно же, нет, это очевидно. А имеется в виду, что мы должны, следуя первой и самой главной заповеди о любви к Господу Богу всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей, всем разумением своим, стараться ходить в память о присутствии Божьем. Основа духовной жизни, главное, основное делание, вот это его традиции, и Священное Писание называют «бодрствованием». То есть постоянное понуждение себя, своего больного сознания, которое склонно реагировать на различные внешние раздражители, увлекаться мыслями, чувствами, воспоминаниями. Наше сознание склонно к хаосу. Мы должны прикладывать такой вот усилий, упорядочивать его работу, и в основе чего лежит постоянное пометование присутствия Божьим. Причём это не просто психологический момент такой важный, а это ещё и момент, можно сказать, онтологический. Говоря о молитве, например, отец наш преподобный Ян Листочник говорит о том, что молитва есть си на иси, то есть некое таинственное событие с Богом. Какое-то удивительно дерзновенное определение. Вот, это и есть бодрствование, можно сказать так. Отрезвение – это некое вспомогательное действование, действование. То есть когда мы стараемся хранить ум в Боге и стараемся помнить о том, что Господь ближе ко мне, чем я сам к тебе, ближе, чем воздух, чем одежда, то, естественно, начинаю замечать то, что мне многое во мне этому делу не мешает. Мешают помыслы, мешают какие-то ощущения, сознание начинает улетать. Когда, опять же, по словам Листочника преподобного, начинаю стараться, допустим, держать ум в словах молитвы, молясь, я замечаю, что мой ум очень часто не в состоянии находиться в словах молитвы. Часто я произношу молитву механически в лучшем случае, иногда и просто вычитывая, как такое нехорошее слово, вычитываю автоматизм. При этом можно думать вообще о совершенно посторонних вещах. При этом читать, допустим, Иисусову молитву или там другие краткие молитвы. Но это неизбежная такая детская болезнь, которая у нас есть. И отец наш, опять же, признапоминаемый Иоанн Листочник, говорит о том, что только ангелам свойственно не рассеиваться умом. Что в английском качестве. Да, но мы должны быть к этому постоянно стремиться. Господь видит наш труд, наши усилия, и, как отец наш Макарь Египетский говорит, видя наше старание, будет нам помогать в этом. То есть вычитывание молитв, выстаивание в храме ничего не значит без внутреннего делания? Ну, оно значит, конечно. Конечно, нас церковь учит, что мы должны быть чаще на богослужении. И даже когда мы не слышим, допустим, что читает чтец, мы можем читать Иисусову молитву, закрывать хорошо глаза при этом, чтобы не рассеиваться. Но, конечно, Богу нужно сердце. Сыне дашь мне твое сердце. То есть, а наше сознание, оно больно, оно всегда склонно по умолчанию работать в легком режиме, склонно к монотонности какой-то, к механическим восприятиям многих реалий. То есть в таком спящем режиме, оно уходит в спящий режим легко. Поэтому нужно постоянное усилие, чтобы в бодрствии трезвиться. Заповедь о непрестанной молитве, она относится к монашествующим или ко всем христианам без исключения? Вы замечательно сказали, да, вот именно заповедь. Да, это слова апостола Павла, в первом послании к фессалоникийцам. По сути, это комментарий на первую, самую главную заповедь. Господь говорит нам о том, что мы должны любить его всем сердцем своим, всею душою своей, всею крепостью своей, всем разумением своим. То есть наше сознание, вся наша душа, все наши ощущения должны быть полностью заняты Богом. Конечно, путь к этому долог и труден. Господь говорит нам, будьте совершенны, как отец наш, совершенны есть. Это, конечно, мы не готовы сразу к совершенству, и Господь, возможно, с нас так дерзну сказать, завтра это не спросит, но Он спросит, несомненно, и спрашивает, если мы не начинаем трудиться в этом направлении. Вот таким вот трудом является постоянно памятование близости Божьей. То есть Господь непрестанно ближе ко мне, чем я сам к себе. И поэтому даже просто чисто из вежливости по отношению к Господу Богу, из благовения к Нему, из смирения к Нему, я должен помнить о том, что Он считает нужным Своим пресветлым лицом видеть мои глупые мысли, вникать в них, как мы читаем в 138-м псалме, «Еще нет мысли в сердце моем, а ты знаешь ее совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою», читаем мы в 138-м псалме у Давида Псалмопевца. Святитель Феофан говорит о том, что Бог любит нас больше, чем родная мать, и жалеет больше, чем родной отец, что Бог относится к каждому из нас так, как будто бы мы были бы у Него одни. То есть Бог смотрит на нас всегда, и Бог находится везде. Нет такого места, где бы Его не было, как у Дениси и Ариапагита мы читаем. Можно вспомнить, что если мы, примерно такой смысл Его слов, что если мы в причистых молитвах обратимся к Пресвятой Троице, то мы не ее призываем к себе, ибо она присутствует везде и в то же время нигде, потому что ни одно место не может ограничить ее собою. А мы простираемся к ней, как если бы человек, сидящий в лодке, держащий в руках канат, другой конец которого привязан к скале, подтягивает этот канат, то не скалу притягивает к себе, а сам простирается к скале. Поэтому данность такова, что Господь незреченно близок. И поэтому, естественно, непрестанная молитва есть, во-первых, элементарная реакция на эту данность, что присутствует Господь, кем мы движемся, живем и существуем, как мы читаем в книге Деяния апостолов, в чьей руке дыхание наше. И поэтому наша любовь к Богу, наше стремление к Нему, конечно, должны быть непрестанными, поскольку Он непрестанно смотрит на нас. Ну и об этом, опять же, прямо говорит святитель Григорий Палама, о том, что заповедь о непрестанной молитве несомненно относится ко всем христианам. Конечно, ну, здесь можно вспомнить еще и слова Григория, богослова Григория Великого, смысл его фразы примерно такой, что мы должны помнить о Боге чаще, чем мы дышим. Вот поэтому память о Боге и молитва к Богу это, в принципе, одно и то же, по сути своей. Наверное, здесь можно еще вспомнить и святителя Иоанна Златоустава, его очень интересное толкование на послание апостола Павла к евреям, где он говорит следующее, что духовная жизнь мирянина ничем не отличается от духовной жизни монаха, кроме того, что монаху дают обет безбрачия. То есть святитель, естественно, не умаляет тяжесть монашеского креста, но он просто здесь подчеркивает то, что законы духовной жизни, они одинаково протекают в душе каждого человека. И поэтому, несомненно, мы должны это сделать, мы в этом нуждаемся в молитве, и мы нуждаемся в Боге непрестанно, конечно. И должны к этому стремиться. Современный человек, находясь в потоке событий, среди огромного количества каких-то раздражителей, какой-то пустой информации, живя в мире, где присутствует манипуляция, с которой мы сталкиваемся буквально там в гастрономии, в рекламных роликах и так далее, с людьми, которые стремятся манипулировать нами. Вот очень важно, конечно, вот уметь управлять своим сознанием и пребывать в Боге и с Богом, конечно. Непрестанная молитва – это как раз и есть управление сознанием, да? Да. То есть, вот святитель Филарит Московский нам говорит в своем замечательном катехизисе, что молитва есть простирание ума и сердца к Богу. Поэтому мы должны стараться вот в этом режиме. Понятно, что мы по-разному можем это делать, находясь в общественном транспорте, находясь на рабочем месте, где большая часть нашей жизни проходит все равно. Мы должны вот практиковать ту традицию краткой молитвы. То есть, человек, который в этой традиции находится, буквально все русские святые находились внутри этой традиции. Собственно говоря, то есть, краткая молитва сегодня особенно нужна. Сложно молиться, допустим, длинными текстами, находясь там в метро. Человек, живущий в Москве, вот краткая молитва, она может очень многое дать. Она позволяет держать ум в словах молитвы, помогает как-то согреться сердцу. Конечно, здесь масса искушений, но тем не менее, вот такое частое повторение краткой молитвы, легче внимательно молиться, и постепенно человек, который вот стяжал такой благой навык, он приобретает способность молиться без слов. В чувство сердца, простираясь к Господу, Который незреченно близок, постоянно помня об этом, и образуется вот такой вот подлинный духовный опыт, который нам священное предание устами святых отцов предлагает. Есть такое мнение, отец Игорь, я слышал, что Иисусова молитва, творение Иисусова молитвы предназначено только для монахов. Если миряне прибегают к этой практике, то они рискуют впасть в прелесть. Справедливо ли такое утверждение? Я хочу здесь вспомнить, ну, в любом случае, православный человек, думая о той или иной проблеме, отвечая на тот или иной вопрос, должен руководствоваться чем? Здесь хочу вспомнить слова великого прозорливца, великого старца, преподобного отца нашего Нила Сорского. Он говорил о том, что, когда ему задавали какие-то вопросы, он не отвечал на них, или задавали какие-то проблемы, он их не решал, пока не находил подтверждение на то в Священном Писании или в Писании Святых Отцов. И вот как раз, например, первое, что мне пришло в голову, святитель Игнатий Бринчанинов, великий наш наставник, учитель, он как раз, обращаясь к монахам, говорит о том, что внешние подвиги, они как раз и могут привести человека, который не внимает своему внутреннему состоянию, как раз привести к прелести. Конечно, естественно, и на пути любого духовного делания дьявол нас искушает, наша гордыня. Просто нужно как-то вот, наверное, понимать, что я не творю Иисусову молитву, а просто дерзко, дерзновенно пытаясь своим нечистыми устами произносить пресветлое имя Божие, что недостоин, как мы на литургии, да, обращаемся, сподобленная злодыка, сметь и неосужденно призывать о тебе, небесного Бога Отца, и глагол эти. То есть мы понимаем, что обращение к Богу, это уже требует от нас великого смирения, великого осознания своего глубочайшего недостоинства, вообще, в принципе, обращаться к Богу, так, если разобраться. Поэтому, читая Иисусову молитву, мы всё должны делать покаянно, всё делать по совету церкви, с ближними своими церковными людьми, советоваться с теми, кто старше нас в церкви. Собственно говоря, вот если мы посмотрим, например, письма о владыке Феофана Затворника Возлюбленного, письма о молитве Духовной Жизни, прекрасный сборник, который издан московским издательством «Правила веры». Там владыка даёт такие советы, в общем-то, со всем людям очень разным. И, в общем-то, опять же, вспоминаю о Златооста, ко всем эта заповедь, а непрестанная молитва обращена. Поэтому Иисусова молитва – одна из кратких молитв возможных. Она распространена в священном предании церкви. Но, опять же, владыка Феофана говорит, что любая краткая молитва необходима. Именно в силу своей краткости. А Иисусова молитва, где присутствует имя Господа нашего Иисуса Христа, это святыня, несомненно, для нас. Вот. Поэтому, да, действительно присутствует такое мнение. Очень странное высказывание Иисусовой молитвы в настольной книге священнослужителя присутствует даже. Там очень странные слова об этом. Поэтому это, конечно, неверно, руководствуясь святыми отцами. Просто Иисусова молитва – одна из кратких молитв. И дьявол искушает нас всегда, несомненно. Просто нужно это всё делать смиренно, с осознанием своей греховности. И вот, как вы правильно сказали в начале нашей беседы, что показателем правильности нашего пути является возрастание понимания того, что я грешен, что я недостоин. Чем ближе человек к Богу, тем более грешником на себя считает. И практика краткой молитвы, она как раз и позволяет сделать то, о чём апостол Павел говорил, что умом моим нахожу удовольствие в законе Божьем, в членах же моих действует иной закон, противный закон ума моего, добрый, который я хочу, не делаю, злой, который я не хочу, делаю. Этот закон греховный, который во мне живёт, я научаюсь верить только тогда, когда вот нахожу удовольствие в законе Божьем, когда простираюсь к Богу, стараюсь бодрствовать, тогда я вижу все те греховные мысли, чувства, состояния свои, которые мешают мне молиться, мешают мне любить Бога, любить ближнего. Вот эти вот греховные помыслы, вот это осознание своей греховности, духовная нищета, как Господь нам говорит, является критерием истинности. Апостол Павел, великий делатель, великий святой, столб церкви, да, говорит, и все грешники, а я самый первый, как мы в начале нашей беседы говорили, вот показатель для нас. Поэтому смирение, осознание своего ничтожества, это очень такая для нас краеугольная вещь. Сейчас идет великий пост, да, и мы, в общем-то, просим у Бога дара видения своих прегрешений, да. И поэтому, конечно, святотеческое наследие во многом для нас здесь такое вспоможение. Если Давид Псалмопевец говорил, что я из червь, а не человек, да, что он уже говорит нам. Таким великим учителем покаяния для нас как раз и является, например, святитель Игнатий Бринчанинов. Все его труды, они пронизаны именно вот этим духом покаяния, очень ярко присутствует эта мысль у владыки. Поэтому я говорю не от себя, опять же, о том, о чем говорит нам Писание Священное и святотеческая традиция. Что значит выражение «кто не в барении, тот в прелести»? Думаю, что, опять же, Церковь имеет в виду, что здесь в барении, оно является как бы таким, естественным нашим состоянием. То есть в нас живет зло, в нас живет страсти, на нас действует дьявол, да, то есть возникают помыслы, так называемые, логизмы по-гречески, то есть такие вот импульсы. Логизмы? Да, по-гречески, да. Вот. Которые возникают в сознании человека. И когда человек старается помнить о Боге и простираться к Нему, старается контролировать свое сознание, как апостол Павел нам говорил, «вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, вникай в себя», то мы замечаем, что в нас вот эти вот влечения ко злу, к греху, постоянно практически присутствуют. Если даже когда-то мы вроде бы и свободны от греховных помыслов, то, по словам, по-моему, Нила Синайского, не нужно здесь обманываться. Он вспоминает такой пример замечательный. Иудейская пустыня, раскаленное, солнце, и кажется, что пустыня мертва. Но когда солнце садится из нор многочисленных выползают такие толстые змеи, аспиды, так называемые, в Евангелии называются, очень ядовитая, страшная змея, вот так же и мы, то есть в нас живёт зло, в нас живёт порок. И для этого, в общем-то, и пришёл Христос. Для этого нужна духовная жизнь, церковная жизнь, частью которой является, конечно, практика трезвения. Собственно говоря, в ифористическом каноне первое, о чём просит священник по приложении вина и хлеба в тело и кровь Господней, что мы просим, что будет причастие мне в отрезвение души. Вот, отрезвение души. То есть это глубоко укоренено в ифористической традиции церкви. В Священном Писании Господь нам прямо говорит, что оскверняет человека. Да не то, что в хуре двуста оскверняет человека, а то, что исходит из сердца. Злое помыслы, любодеяние, кражи, любодеяние. Вот что оскверняет человек Господь нам прямо в этом говорит. Бодрствуйте и трезвитесь. Поэтому с самых ранних времён эта традиция в церкви присутствует. Опять же, повторюсь, восходит к Евангелию. Да что говорит к Евангелию? В книге второзакония уже мы читаем, что да не будет в сердце твоём беззакония. Есть даже целая статья, замечательная проповедь святителя Василия Великого на эти слова в Ветхозаветной из книги второзакония. По-церковно-славянски да не будет тайны в сердце твоём беззакония. Примерно так звучит эта фраза. Как человеку видеть себя таким, как он есть, без прикрас, свою греховность? В случае, когда человек не видит этого, если он считает себя достаточно чистым, опять-таки, помня о том, что мы больны, что у нас бревно находится в голове, по словам Спасителя, бревно в нашем глазу, что мы слегка замечаем о грехе, малейшие нюансы, а то и додумываем какие-то грехи в поведении других людей, при этом патологически не способны порой видеть какие-то совершенно явные гадости, которые мы себе позволяем, то, конечно, человек болен. Ну, вот, опять же, сейчас идет пост, и мы читаем молитву отца нашего преподобного Ефрема Сирианина. Слово хочется сказать, пожелать нашим телезрителям, чтобы мы не только знали отца нашего Ефрема Сирианина по этой дивной молитве, которая многократно читается постом, но и читали другие его произведения. Такой тоже великий учитель покаяния. Особенный дар у него есть. И вот есть такие слова в молитве Ефрема Сирианина, что даруй мне зреть и мои прегрешения, прегрешения, и не осуждать и брата моего. Мы многократно постом даруй. То есть понятно, что это дар Божий. Господь нам говорит, без меня не можете делать ничего. Но с другой стороны, мы знаем, что принципом духовной жизни является принципом соработничества, или по-гречески синергия. То есть человек должен делать то, что зависит от него, и тогда Господь, видя наши труды и усилия, даст нам то, что зависит от него. То есть по мере того, как мы можем усвоить эти вещи. И опять же, прося что-то у Бога, даруй мне зреть и мое прегрешение, это подразумевает, что я не просто что-то у Бога прошу, а коль я дерзнул обратиться к небесному Отцу, то это означает, что я это делаю ответственно, что и я готов делать то, что от меня зависит, чтобы зреть свои прегрешения. Сам готов. И сам буду стараться бодрости трезвиться, но, как в Писании мы читаем, коня к бою готовь, 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 но победа от Бога. Несомненно. Поэтому, если Христос не дарует нам зреть наши прегрешения, то мы и не сможем их зреть. Но если Господь видит, что мы искренне понимаем это, искренне следуем букве и духу Священного Писания и книг Святых Отцов, то, несомненно, такая помощь нам будет дана. Если будем трудиться, то трудящийся обретет. Царство Небесной силой уберется, прикладывающий усилия восхищает его. И Господь, видя, что мы прикладываем усилия, никогда нас, любящий Отец, не оставит нас. Поэтому важнейшее, конечно, в нашей духовной жизни это вот зрит свои прегрешения. Что помогает, способствует трезвению, и что ему препятствует и мешает? Помогает? Ну, во-первых, помогает то, как мы читаем, опять-таки, у святителя Игнатия Брянчанинова, предспоминаемого в первом томе его собрания сочинений, присутствует замечательнейшая статья о чтении святых отцов. И вот там есть такой отрывок, мы о нем уже сегодня отчасти говорили, святитель ссылается на преподобного Нила Сорского, который говорит нам, что примерно следующее, что в наши дни за неимением духовносных наставников, основным источником духовной жизни и разумения, христиан будет священное писание и книги святых отцов, и совет, естественно, с людьми равными нам и старшими нас в церкви. Поэтому помогает нам эта жизнь в церкви, любовь к священному писанию, к священному преданию, где, в общем-то, эта традиция и практика присутствует. Опять же, это не просто святые отцы какие-то бремена неудобоносимые накладывают на нас, об этом говорит Христос в Евангелии. Поэтому отцы, по сути, учат нас, как на практике выполнять Господни заповеди. Вот, а что мешает? Ну, понятно, и враг рода человеческого мешает, но, опять-таки, на него ссылаться, наверное, вряд ли стоит. Часто враг рода человеческого просто отдыхает, видя нашу лень, нашу греховность, нашу праздность, наше нежелание прикладывать усилия, расслабленность нашу. Это, конечно, мешает трезвению. Человек всегда склонен к внешним вещам. Мы помним, за что Господь обличает фарисеев и книжников, за то, что они духовную жизнь по сути свели к внешней обрядовой стороне. Господь говорит, что по подобным гробам окрашенным, которые с виду кажутся красивыми, а внутри полны мёртвых костей и нечистоты. Вот, я думаю, что мы все имеем все основания и к себе относить эти слова Спасителя. Всегда легче имитировать какие-то, так сказать, благочестивые вещи, но гораздо труднее не грешить внутренне, когда нас, казалось бы, никто не видит, как на самом деле нас видит Господь. Ещё нет мысли в сердце моём, а ты знаешь её совершенно, как мы опять же читаем у Давида Псалмопевса в 138-м Псалме. Поэтому вот это всё очень такие вещи для нас крайне важные. Извятые отцы помогают нам действительно раскрыть эти евангельские смыслы и придать им такую вот максимальную конкретику в их выполнении в своей повседневной жизни, что для нас очень актуально сегодня. Можно ли молиться во время вседневных дел, во время бесед, на ходу, не мешает ли это молитве, не вредит ли ей? Мы должны, как мы говорили сегодня, молиться непрестанно, потому что Господь непрестанно с нами, Он непрестанно, незреченно близок к нам. Да и мы созданы Богом для общения с Ним. Такой это огромный дар человеку данной, огромная ответственность. Поэтому, естественно, мы должны учиться молиться непрестанно. Как мы уже сказали... Причем вы бы не занимались, да? Да. Да, ну просто, опять же, это не я об этом говорю, об этом говорят практически, во-первых, первая и самая главная заповедь, которая, в общем-то, для всех существует, да, любви к Богу всем сердцем своим, всей душой своей, всей крепостью своей, всем разумением своим, началом исполнения которой является постоянное понуждение своего больного сознания, отравленного грехом, страстями, сластолюбием, ходить в память о присутствии Божьем. Об этом говорят все святые отцы, первая и самая главная заповедь, Евангелие нам об этом говорит, Ветхий Завет нам об этом говорит, и все святые отцы нам об этом говорят. Началом духовной жизни является постоянное понуждение ходить себя в память о присутствии Божьем. То есть, это самое-самое начало, первый шаг в духовной жизни. Да, да, да. Как нам, опять же, в послании к евреям апостола Павла мы читаем, что Богу угодно, чтобы человек веровал в то, что он есть. Да, и что вера, что есть вера, это уверенность в невидимом. То есть, вера есть опыт Бога, опыт общения с Богом. А поскольку Бог непрестанно, невидимый, неизреченно близок к нам, то, естественно, просто по факту мы обязаны о нём помнить. Даже просто рефлексируя на этот факт. Ну и, естественно, помню, опять же, о первой, самой главной заповеди. Пытаясь любить Бога, мы должны, конечно, непрестанно понуждать себя к молитве, но она просто разная. Как и, опять же, Макарий Епискин нам говорит в своих духовных беседах, мы читаем духовные беседы в прекрасном переводе святителя Феофана Затворника, где присутствуют примерно такие слова, что ты должен любить Бога не только, когда ты находишься в храме или стоишь на молитве, а когда ты выходишь из храма, где бы ты ни находился, тем более наша жизнь полна, так сказать, многих проблем. Большая часть нашей жизни проходит где? В общественном транспорте и на работе. Правильно? И было бы, конечно, очень жалко и неправильно, если бы мы эту часть, огромную часть своей жизни просто, так сказать, поставили вне духовной жизни. Мы очень нуждаемся в молитве, находясь в метро. Мы очень нуждаемся в молитве, находясь на работе. То есть мы нуждаемся в том, что управлять своим сознанием, не просто рефлексировать на внешние раздражители, а именно управлять. Именно среди всех треволнений дел хранить память о присутствии Отца Небесного. Это даёт огромные силы, духовные, психологически это очень хорошо. Человек должен понимать, что Господь никогда не попускает, например, ему искушение превыше его сил. Да, современный человек часто, в общем-то, что мы видим? Да, огромное количество расстройств, да, душевных, большое количество болезней на этой почве возникает, неврозы, да, современный человек невротик, он находится в постоянном таком вот цитноте, приходится решать массу проблем одновременно, люди устают, происходит эмоциональное выгорание, потеря смыслов, и поэтому человек особенно нуждается в этой традиции краткой молитвы, что, в общем-то, не исключает участие во многих делах. Мы помним с вами, опять же, из традиции святоотеческой, помним старца Силуана, прекрасная книга, да, любимая многими, архимандрита Сафрония Сахарова, старец Силуан, где преподобный говорит о том, что он никогда потом так не молился Иисусовой молитвой, как он и молился, когда был экономом монастыря. То есть, у него было много попечений. Да, то есть, он находился, это было очень тяжело, то есть, люди вроде бы уходят в монастырь, чтобы уйти от суеты, а вот, тем не менее, вот эконом монастыря, это человек, который одной ногой стоит вне монастыря, который должен закупать продукты, общаться с рабочими, общаться с властями, решать какие-то, так сказать, массу проблем. И вот он никогда так не молился, и тепло, и благодатно молитвы Иисуса, он об этом писал, как именно вот тогда. Отец Григория Паламы, Константин, если мне память не изменяет, его отец, сенатор, да, то есть, высокий государственный муж, который входил в Государственный совет, который был постоянно с императором византийским, да, он постоянно занимался Иисусовой молитвой, мы знаем об этом. Это было очень характерно. Потом, что можно вспомнить здесь, опять-таки, Николай Александрович Матавилов, да, ученик преподобного Серафима Саровского, да, вот, Елена Ивановна Матавилова, жена, супруга, Николай Александрович Матавилова, писала, что, Николай Александрович при своей огромной загруженности и своих делах всегда имел ум, обращенный к Богу. Как это возможно, если человек, допустим, занят интеллектуальным трудом? Вот, подобный вопрос был задан святителю Феофану Затворнику, и он об этом пишет, по-моему, в одном из своих писем. Он объясняет это примерно так, что, представьте себе, что вы находитесь в кабинете, вас вызвал к себе начальник, и вот, он здесь находится, и вы напротив него сидите, и вот он вам поручил выполнять какую-то, так сказать, работу. Вот, вы, естественно, выполняете эту работу, напрягаете свой интеллект, вот, но при этом вы, естественно, чувствуете присутствие начальника, да, естественно, помните об этом, психологически, там, как угодно. Вот, примерно так, Владыка Феофан это объясняет, святитель, наш возлюбленный, так же и мы, вот, когда человек постоянно старается молиться Иисусовой молитвой, старается, бодростью трезвиться, к чему призывает нас Господь, то, и много читая краткую молитву, и периодически, если нам это удается делать внимательно, то постепенно возникает навык, вот, молитвы без слов, когда человек может, имея навык постоянной молитвы, длительных, по крайней мере, каких-то сроков, то есть постепенно получается как-то отмолиться дольше, допустим, не рассеиваясь умом, рассеялся, улетел ум куда-то, опять вернул его, опять человек старается как-то молиться, вот, постепенно появляется навык молитвы, чувства, стоять в каком-то чувстве, у Феофана Затворника такое присутствует, ну, то есть Бог всегда близок ко мне, неизречен, ближе ко мне, чем я сам к себе, поэтому вот в таком чувстве Бога, человек, который в этом подвязается, старается, читает книги об этом, вот, как-то постепенно удается нечто подобное вкушать, возможно. А какие книги вы бы могли посоветовать? Ну, опять-таки говоря, не от себя, а говоря о тех, кто старше нас в церкви, например, вот, говорят имени святых, собственно говоря, вот, оптинские старцы, например, Лев Оптинский, в частности, высказывался очень высоко, книга святителя Игнатия Бринчанинова. Его учеником себя считал игумен Никон Воробьев, я думаю, что у многих из нас его книги являются настольными. Поэтому многие духовники авторитетные у нас в церкви сегодня рекомендуют и новоначальным людям, и людям, уже имеющим некоторый опыт жизни в церкви, и преуспевшим, конечно, читать книги русских старцев, прежде всего. И Игнатий Бринчанинов, конечно. То есть перед нами удивительный человек, который очень одарен от Бога разными дарованиями. Это, во-первых, личная святость, это испус, который он прошел в Общиной пустыне. При этом действительно был аристократ и по крови, и по духу. Блестящее образование, светское, причем имел высшетехническое образование, закончил тоже вуз военноинженерный, что и Федор Михайлович Достоевский. При этом гуманитарным высшим образованием обладал, огромным литературным талантом. Был знаком с Николаем Васильевичем Гоголем, был в хор. Действительно, высшие круги русского общества, был представителем подлинной элиты, был знаком лично с государем Николаем Первым, императором. Поэтому, конечно, его книги очень интересные. Они, как о нем очень хорошо сказал Алексей Ильич Осипов, что они действительно содержат в себе такой синтез. То есть святитель читал, естественно, знал иностранные языки, греческие, латинские языки, еврейские, и поэтому читал в подлиннике труды святых отцов, и поэтому для нас он дал именно вот такой коллективный опыт церкви. То есть не просто то или иное мнение того или иного отца, а именно вот некий общий такой вот срез. Вот сегодня, допустим, порой и наша церковь испытывает некое влияние протестантизма, где говорится о том, что каждый внутренний опыт имеет право на существование. На самом деле это не так. Увенчатся только тот, кто законно подвизается об этом. Он очень как раз ярко говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Но говоря о святителе Игнатии, несомненно, нельзя не сказать о святителе Феофане Затворнике. Огромное наследие оставил после себя великий святитель и переводы многочисленные, и прекрасный сборник добротолюбия, который, в общем-то, был обрет... А если мы письма его почитаем, то она была адресована сейчас совершенно к домохозяйкам, к простым людям. Вот у него есть прекрасный сборник о молитве и трезвении, где присутствуют интересные тексты святителя Василия Великого и Иоанна Златоустого, которые были написаны как раз для некого предпринимателя, очень занятого человека, который не имел возможности много читать, но он попросил от плодыку составить такой сборничек святых отцов, которые позволяли бы ему как-то вот за неимением времени черпать главное. Вот так вот родилась эта прекрасная книга. И письма очень интересные владыки, особенно вот сборник, которым я говорил, письма о молитве и духовной жизни, над Евангелием, мысли на каждый день. То есть, опять же, в трудах святителя Феофана мы находим и для новоначальных христиан очень интересные, понятные, написанные очень простым языком, необыкновенно доходчиво, но при этом великий святитель умел просто говорить о очень сложных вещах. Это для преуспевших людей, и, например, такое очень интересное издание, конспект лекций, прочитанный святителем в Санкт-Петербургской духовной академии. Книга эта известная как «Путь ко спасению». Очень интересное толкование на послание апостола Павла, очень сложные, интересные тексты, яркие. Поэтому сложно переоценить это наследие. Кому-то, может быть, нравится больше святитель Игнатий, кому-то святитель Феофан. Конечно, опять же, здесь для нас небесконечно важен отец наш Иоанн Кронштадтский, «Моя жизнь во Христе», прекрасные дневники его. Николай Евграфович Пестов. Многие из нас знают, человек жил в годы советской власти, когда духовная литература была малодоступна, и вот он составлял такие очень сборники, полезные для нас. Например, «Тво прекрасный труд», «Двухтонные основы современного благочестия». Я думаю, что многие через его книги и представители интеллигенции московской приходили к вере. Конечно, нельзя не вспомнить здесь Игумена Никона Воробьева, Сергея Иосифовича Фуделя, замечательный наш подвижник, человек, который провел многие годы в лагерях. Прекрасные книги его, «Стен церкви», «Путь отцов». Конечно, книги митроприда Антония Сорожского. Вот еще какая-то книга лежит у нас на столе. Да, 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 да. Вот я... Вы стали. Напомнили мне. Да. У нас в замечательном издании московском, «Отчий дом», вышла прекрасная серия «Путь умного делания». Вот такая замечательная серия книг. Вот у меня просто одна из книг этой серии. Автор ее Николай Новиков. Я вот даже долгое время думал, что какой-то великий подвижник пишет под именем Николая Новикова. Ну, вот в огромный труд вот такой вот раб Божий Николай Новиков. Надо вот молиться за него, чтобы Господь и дальше давал ему силы. Огромная работа, огромное количество переработанного материала. Все очень хорошо, понятно, четко, ясно сказано. Просто выше всяких похвал. Просто выше всяких похвал. Вот я практически все эти книги буквально проглотил. Серия «Путь умного делания». «Путь умного делания». Да, издательство «Отчий дом» Николай Новиков. Уже энное количество книг вышло под редакцией Игумена Петра Пиголя, отец Петр, насельник Высокопетровского монастыря. И вот я думаю, что каждый, опять же, новоначальный человек, имеющий некий духовный опыт, священники, найдут очень многое здесь, ссылки, но очень многие книги святотические. Поэтому вот крайне рекомендую, да. Отец Игорь, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один вопрос успею вам задать. С чего начинается путь трезвения, первые шаги? Учителя Водорофея, возлюбленного отца нашего, это тоже одна из настольных книг для православных людей, в Арсенуфе великий, и он пророк, говорят нам, «Привяжи утлую ладью своей жизни кораблю отцов, и они управят себя ко Христу». Поэтому с чтения книг святых отцов. Я вернусь к Игнатию Бринчанинову, святителю, в своей замечательнейшей статье о чтении Евангелия в первом томе как раз говорит о том, что мы вообще должны начинать с своего церковления, знакомиться с писанием священным, с книг святых отцов. Вот именно они научат нас, как нужно правильно читать Евангелие, правильно к нему относиться. Та же самая мысль присутствует святителя Феофана Затворника. Поэтому, конечно, начать с того, чтобы привязывать свою жизнь к кораблю отцов и учиться жить в церковной жизни, опять же, в совете, конечно. Потому что возникает такое тоже искушение, что вот я не буду советоваться с плотью и кровью, а буду читать статические книги, буду не как прочий человек, это обязательно искушение такое будет. Поэтому, опять-таки, как у Муабы Дорофея читаем, если юноша взлезает на небо, то возьми его за ноги и сбрось его вниз. Примерно такая фраза. Поэтому вот, читая Игнатия Бринчанина, Владыка нас обязательно спустит вниз. Ну и нужно, конечно, все в церкви должно делать церковно, по послушанию, несомненно, церкви. И тогда Господь поможет нам избежать всех искушений, соблазнов, которые есть и здесь тоже. Спасибо вам большое, отец Игорь, за беседу. Спасибо вам. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей. Храни вас, Господь. Прошу ваших молитв. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Вознесенско-Георгиевского прихода города Рыбинска, протерей Игорь Петров. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин